Добрый вечер! Чтобы получать достойные показатели в агропромышленном секторе, необходимо от слов переходить к делу. На молочно-товарных фермах наряду с использованием современных технологий нужно соблюдать такие регламенты, как соответствующее содержание скота. На базе сельскохозяйственных предприятий Ивановского района прошел областной семинар с участием губернатора Анатолия Лиса. Из России во Францию на поезде с комфортом. Повторяем маршрут путешествий императорской семьи Романовых. У этого железнодорожного сообщения 22 января юбилей, полторы сотни лет. Время существенных перемен в условиях перевозок и на Белорусской железной дороге. Путь в масштабах одного города по сохранению окружающей среды. Брестские коммунальщики улучшают экологическую обстановку Бреста. Поддерживают экологический баланс, сохраняют мир вокруг себя или все о том, какие результаты приносит одна контейнерная площадка для сбора мусора. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. На протяжении всего 2014 года аграрии Брещены проходили интенсивный курс обучения. В рамках специальной программы руководства и специалистов облсполкома и подведомственных организаций, председатели райсполкома, зоотехники, а также директора мяса и молокоперерабатывающих заводов посещали сельскохозяйственные комплексы региона. Главная цель таких поездок – перенять опыт передовиков отрасли и исправить недостатки тех, кто по каким-либо причинам пока находится на остающих позициях. На текущей неделе агропромышленники посетили молочно-товарные фермы Ивановского района. Подробности в материале Анастасия Стропко. В Ивановском районе участники семинара совещания посетили три молочно-товарные фермы. Две из них принадлежат унитарному предприятию «Молодого Агра», одна – «Ляховичскому Агра». Данные комплексы – передовики района, их наработки и знания – отличное подспорье для тех, кто пока не может похвастаться серьезными успехами. Фактически у нас насчитывается на 100 гектаров 103 головы скота. Значит, корову имеем в хозяйстве 931, мы выдержали уровень прошлого года, снижения у нас нету, расти больше здесь, на этом объекте мы не можем, потому что размещение, современное размещение, количество скота мест. Вы, когда строили, стремились, вы обратите внимание, справа-слева делать пристройки, и у нас было такое осознание первоначально, чем больше мы разместим скота, тем будет лучше. Оказалось на сегодняшний день, что это обратное, бьет другим, значит, по рукам нам дает, потому что на каждое животное должно быть создано комфортное содержание и условия для производства молока. Другого варианта просто на сегодняшний день у нас нет. Один из плюсов подобных семинаров совещаний – это возможность ознакомиться не только с результатами работы того или иного сельскохозяйственного комплекса, но и с новинками научной и технической мысли. К примеру, на молочно-товарной ферме «Молодого» участникам рабочей поездки был представлен целый спектр различных товаров и услуг республиканских предприятий сельскохозяйственной направленности. Кроме того, что мы оказываем услуги по работе с копытами, по лечению копыт, по обрезке копыт, также мы производим оборудование, автоматические ванны для обработки копыт и станки для фиксации копыт. Кроме того, что это оборудование импортозамещающее, это очень важно, оно еще и надежно и позволяет в современных условиях сократить расходы на эти работы. Молочно-товарная ферма «Иваново», которая относится к унитарному предприятию «Ляховическая агро», одна из тех 16, которые были модернизированы по указу президента Беларуси на Брещене. Еще в прошлом году, по прогнозам и расчетам, она должна была выйти на полную проектную мощность, однако этого не произошло. И причина, скорее всего, в том, что о своих технологиях здесь чаще всего просто говорят, но не применяют их на практике. Большие деньги, затраченные на процесс усовершенствования, пока серьезно не повлияли на эффективность производства. Зачем вкладывать огромные деньги, это вы считаете, вот по 2009 году, это там 18 миллиардов, 20 миллиардов. Сегодня это, по сегодняшним ценам, это будет стоить 120 миллиардов, вот это вот минимум, да. Значит, для чего вкладывать такие деньги, когда мы в соседнем хозяйстве были, да, он хосспособом старое переделал, и у него сегодня рентабельность 60% молока, и 14 миллиардов имеет прибыли с 931 головы. У вас 1500 голов, и вы имеете прибыль 3 миллиарда 900. Я вот логики здесь никакой не вижу. Потом мы сейчас опять начнем. Технологии рассказывают тут, как, что надо и так далее. А зачем технологии, если результата нет? Какая тут, какая технология? Мне и ходить тут нечего. Потому что я понимаю, что вы сегодня мне расскажете и покажете вот сегодня, что вы привезли в этот момент, то вы так не делаете. Потому что если бы вы делали так, как вот вы сегодня будете показывать, ежедневно и постоянно, то у вас совсем другой был бы результат. В списке причин, которые тормозят процесс развития молочно-товарных комплексов, практически не появляется новых. Все отрицательные факторы уже не раз детально обсуждались, но порой оказывается, что даже элементарное соблюдение технологии выпойки, кормления, дойки или проверки качества не под силу специалистам некоторых хозяйств области. Отсюда и колоссальная материальная потеря, а ведь животное, говоря простым языком, должно быть здоровым, грамотно выращенным и просто накормленным. Сегодня, если взять по ветеринарии, актуальные проблемы, как и с копытами, актуальные проблемы сегодня и с увеличением сервис-периода, и бесплодие, потому что высокопродуктивная корова в последний период, и мы хотим от нее получить большое количество молока, а в это время эти коровы всегда приходят с отрицательным энергетическим балансом. Поэтому здесь вырабатывается весь комплекс мер для того, чтобы быстренько восстановить это животное и получить у него максимальное количество качества молока. Еще открывая очередной семинар совещания, губернатор региона Анатолий Лис предупредил собравшихся, что в таком широком формате подобные мероприятия больше проводиться не будут. Аграрии, которые настроены на серьезную работу, в большинстве своем справляются и сами. А с теми, кто по каким-либо причинам не считает нужным повышать свой уровень, разговор уже должен быть совершенно другим, не в форме обучающей беседы. Сегодня в условиях серьезной рыночной конкуренции не может и не должно быть снисхождение к тем, кто просто не хочет работать. Брещено, аграрный край с хорошо наработанной материальной базой и потенциалом развития. Так почему бы не воспользоваться этим максимально и грамотно? Начинать надо с самого элементарного. Не надо браться непонятно за что. Надо сделать так, чтобы был здоровый сход. Что у нас происходит? Посмотрите, почему я еще раз говорю, второй раз в течение месяца этот вопрос рассматриваю. У нас же непонятно, что у некоторых районов происходит. По качеству молока. А почему качества нет у молока? Я бы не думаю, что люди не хотят сдавать молоко на молочный комбинат. Но его там не берут. С таким качеством. Я буду спрашивать руководителя, а вы там разбираетесь у себя с управлениями сельского хозяйства, со специалистами, с председателями колхоза и так далее и так далее. Вы там руководители, вы отвечаете за положение дела. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В советские годы бытовал один занимательный анекдот. Ответ на вопрос, почему пассажиры, перемещаясь на дальние расстояния, предпочитают самолетам поезда. Шутливую реплику и сегодня с удовольствием употребляют любители вагонной романтики. Свалиться с верхней полки ерунда. Куда страшнее с небес без парашюта. На самом деле, время вносит свои определенные коррективы в жизнь железнодорожников. Меняется время, меняются и условия работы, становясь еще более удобными и комфортными. 22 января по Белорусской железной дороге проследовал поезд Москва-Ницца с новыми вагонами РИЦ, приуроченный к 150-летию открытия железнодорожного сообщения между Россией и Францией. Первый состав был запущен в 1860-е годы и путешествовали на нем члены императорской фамилии. Полторы сотни лет существования сказались на условиях перевозок. Современные поезда приобрели новый вид и сегодня перемещаться в них ценителям комфорта – одно удовольствие. На маршрут по Берестейским просторам вместе с пассажирами поезда отправились и журналисты. Внимание, внимание! На железнодорожный путь прибывает поезд международных линий номер 17 Москва-Ницца. С появлением состава на перроне сразу же захватывает дух. Приятно удивляет все, начиная с комплектации вагонов и заканчивая особенно красивой униформой проводников. Поезд условно разделен на два блока, в котором есть купе первого и второго классов. Сервисы, которые предоставляются пассажиру, существенно расширены. Уют и комфорт приятно порадуют даже взыскательного пассажира. Индивидуальный климат управления в каждом купе – душевая сеть Wi-Fi. И это не полный список того, что сегодня превращает длительные и изнурительные поездки в приятные путешествия. Новый – это всегда хорошо. Но этот вагончик, он действительно очень хороший и комфортабельный будет для пассажиров. Так как у нас купе имеет большие размеры. То есть в предыдущем вагоне, в предыдущие вагоны, которые ходили до Ниццы, в них было маленькое купе, скажем так. И там были, если второй класс, пассажир покупает билет во второй класс, то там немного ему будет тесновато в том случае, потому что их будет трое. То есть три пассажира в одном купе. Сейчас, сейчас второй класс, четыре пассажира в одном купе, но купе намного больше, намного удобнее. Особые условия перемещения продиктованы временем. В пути состав находится практически двое суток, проделывая расстояние в 3000 километров по территории восьми государств. В поезде отличный вагон-ресторан, включающий меню русской и европейской кухонь. Кнопка вызова проводника и даже специальная карточка-ключ, пользоваться которой может только обладатель места в купе. Здесь, далее, что еще очень удобно, также для пассажиров, это электронные такие вот ключи. То есть они идут, идут как в гостиничном комплексе. На каждого пассажира, каждому пассажиру на свой, на свой номер места подается вот такой вот ключ. Только у него. То есть из соседнего вагона, из соседнего купе, в это купе непосредственно не может зайти никто. В первые минуты 23 января обновленный поезд Москва-Ница с вагонами СВ и купе габарита Риц благополучно добрался до белорусско-польской границы. В городе над Бугом состав остановился в техническом помещении вагонного депо Брест, которое в 2015 году также отмещает свой 60-летний юбилей. Здесь специалисты провели смену тележек колесных парколеи на европейскую. Процесс занимает порядка двух часов. Процесс совершенствуется в связи с тем, что приходят все-таки на смену старым вагонам новые вагоны. Вот те вагоны, которые сегодня уже идут в составе данного поезда, это фирмы «Сименс», которые имеют тележки СФ-300, конструктивная скорость которой 250 км в час. Ну и это влечет за собой, соответственно, и изменение немножко технологий по их техническому обслуживанию и по обточке колесных пар тоже. Со временем совершенствуется не только сам транспорт, но и форма работы с пассажирами. Сегодня открытые диалоги успешно вошли в работу чиновников и руководителей, а практика их проведения внедряется во многие сферы жизни человека. Услышать объективные претензии по поводу работы железнодорожной сети, а также новые предложения по организации перевозок – вот в чем видят задачу такого вида бесед руководство станции «Брест-Центральный». Цель проведения этой акции – это повышение качества обслуживания пассажиров, может быть, какие-то новые идеи, которые нам дадут пассажиры, совершенствование, корректировка графика, ввод новых услуг, ну и так далее. То есть это не кабинетная форма общения, а прямой диалог, который будет направлен на улучшение наших пассажирских перевозок. На протяжении трех часов в билетные кассы приходили жители города над Богом и гости областного центра, чтобы задать волнующие вопросы, которых, к счастью, оказалось немного. Скорее в адрес железнодорожников звучали слова благодарности за добросовестный труд и положительные изменения, которые происходили и происходят в последние годы. Вообще «Брест-Коделение» мне нравится, очень нравится. Мне приходилось даже работать нормально, они выполняют свою функцию, все специалисты здесь, очень хорошо. После ремонта, конечно, вокзал красивый, очень красиво, все шикарно, и вообще прилегающая территория, действительно достойно, как бы очень хорошо сделали, все хорошо, людей нету много, как раньше. Все доступно, доступно билеты, и по интернету, и в общем-то доступные билеты, и цены приемлемые, можно сказать. Так, в принципе, все хорошо. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. Православные христиане отметили один из главных праздников – Крещение Господне. Он закрыл цикл рождественско-новогодних торжеств. Праздник начался вечером 18 января. В Крещенский Сочельник – день особого строгого поста, богослужений и одно из главных таинств Великого Водоосвящения. Каждый год на православный праздник Крещения в храм приходят сотни прихожан, чтобы еще раз попросить о здравии родных и близких, подумать о смысле человеческой жизни и, конечно же, очиститься духовно, покаяться. Многие специально к празднику готовятся к исповеди, причастию и заготавливают сосуды для святой крещенской воды. Считается, что она – залог богатырского здоровья и светлых мыслей, своеобразный целитель души и тела на весь год. Особой частью таинства очищения является купание в проруби. Это испытание для духовно закаленных и подготовленных людей, обладающих сильным духом и верой. Оно несет в себе исцеление, свет и своеобразное перерождение, уверены те, кто приходит на купель из года в год. Итоги года минувшего, а также цели и задачи на наступивший – основные вопросы, которые стояли на повестке дня заседания коллеги прокуратуры Брестской области. В 2014-м органами осуществлен целый комплекс мероприятий, которые направлены на укрепление законности и правопорядка. Предпринятые меры позволили сохранить ряд позитивных тенденций в данной сфере на территории региона. Коэффициент преступности на Брещене по итогам года является самым низким в республике. Вместе с тем, впервые за 6 лет в области зафиксирован рост числа совершенных преступных деяний. На заседании коллеги был разработан и утвержден целый список практических мероприятий и организационных мер, выполнение которых должно помочь улучшить ситуацию. Под особым надзором у прокуратуры, как областной, так и республиканской, в наступившем году будет находиться ряд проблемных вопросов, в частности, наркопотребления, алкоголизации населения, коррупции, а также роста числа несовершеннолетних преступников. Основное внимание мы обратили прокуроров районов на исполнение закона об основах деятельности по профилактике правонарушений, правонарушений, что тревожит нас, даже в большей степени, это рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это также вопросы в большей степени профилактики. Мы, безусловно, озадачены проблемами наркопотребления, потребления алкоголя, в том числе и среди несовершеннолетних. Традиционные вопросы, на что мы нацеливали своих прокуроров, это борьба с коррупцией, и приоритетным направлением является именно профилактическая составляющая. То есть основная наша задача – предотвратить совершение правонарушений, в том числе и преступления. Организация, которая также подводила черту под минувшим 2014-м, имела еще один повод для встречи. 19 января сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям отметили свой профессиональный праздник. Работы у МЧСовцев в ушедшем году, к сожалению, было немало. Всего на территории Брестской области зарегистрировано более 1200 пожаров и две чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Цифра существенная. Однако стоит отметить, что общее количество ситуаций, при которых была необходима помощь спасателей, по сравнению с 2013-м годом, уменьшилась. Что говорит, в числе прочего, и об эффективности проводимой профилактической работы. В республике сохранилась тенденция снижения пожаров, гибель от них людей. Это достигнуто, действительно, такой слаженной работы всех субъектов профилактики. Понимание, вникание и, самое главное, активное участие органов власти на местах. Практически в последнее время меньше мы ищем друг у друга какие-то недостатки, объединяем усилия и идем к людям. У спасателей Брещины есть и повод для гордости. Трое из семи лучших сотрудников службы спасения республики – представители Брестской области. И это, уверен начальник областного управления Константин Шершунович, еще не предел профессионального мастерства берестейских огнеборцев. В городе Бресте для тех, кто вернулся из мест лишения свободы, на более чем 120 предприятиях забронировано порядка полутора тысяч рабочих мест. Кстати, зарплата для тех, кто некогда вошел в конфликт с законом, может достигать пяти и более миллионов. Главное условие – в течение трех дней встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и завязать с темным прошлым. Проблема в том, что не у всех из них есть желание трудиться. Не следует забывать и о том, что с социальным паразитизмом, а именно тунеядством, скоро будут бороться, опираясь на букву закона. Напомним, 20 октября прошлого года на совещании по вопросам занятости и миграции в стране президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ответственным чиновникам до 1 января 2015 года разработать систему мер по искоренению иждивенчества и тунеядства. Уже на январском совещании глава государства поручил доработать проект декрета, одним из пунктов которого станет удержание стунеядцев единовременного сбора в размере 20 базовых величин. Безусловно, данный законопроект займет первое место в списке профилактических мероприятий, которые на протяжении долгого времени проводят сотрудники правоохранительных органов. Вы смотрите итоговую программу BookInform. Продолжаем разговор об интересном, актуальном и важном. Проблема раздельного сбора вторичных материальных ресурсов давно перешла в разряд стратегически важных для общества и государства. Ее преимущества высоко оценили как за рубежом, так и в нашей стране. С одной стороны, система раздельного сбора и переработки сырья экономит природные ресурсы, с другой – уменьшает количество захороненных отходов, что положительно влияет на нашу экологию. Свою солидарность в этом насущном вопросе проявил и наш пограничный город, в котором вопросу разработки новых методов раздельного сбора мусора уделяется пристальное внимание. Специальные контейнеры для сбора вторсырья – прямое тому доказательство. Можно ли сегодня сказать, что жители Бреста в полной мере осознают глобальность мусорной проблемы? И прижилась ли заграничная идея в нашем городе? Узнаем из материала Виктории Драгобецкой. Три месяца назад этот двор стал площадкой для необычного эксперимента. По инициативе Брестского мусороперерабатывающего завода здесь появилась новая контейнерная площадка для раздельного сбора мусора. Бумага, пластиковые бутылки, строительные материалы, пищевые отходы. Здесь нашла съемкость даже для баночек из-под йогуртов. Судя по результатам, эксперимент получился. Напомним, новая контейнерная площадка во дворе по улице Якенчика начала свою работу в октябре прошлого года. Ее открытие местные жители наверняка запомнили. Краткий ликбез о пользе раздельного сбора мусора, конкурсу, викторины и, конечно, подарки. К презентации своего детища сотрудники Брестского мусороперерабатывающего подготовились основательно. Не угасли сегодня энтузиазм жильцов? Наша съемочная группа решила узнать, что называется, из первых уст. Собеседник – Валерий Белошапко, председатель дома, к которому и был прикреплен объект эксперимента. По его словам, теперь почти у каждого соседа есть отдельный пакет для разных видов отходов, которые потом оказываются в одноименной урне. Действительно, она сработала, этот проект, он сработал. Я думаю, он будет набирать больше и более лучшие обороты. Стали разделять мусор, да, как мы видим с вами на данной площадке, она работает. Отдельно пластик, отдельно идут пищевые отходы, что это немаловажно. Как показал эксперимент, эффект есть. За три месяца, которые мы наблюдали, мы получили, что вывезли мусора на 22% меньше, чем вывезли бы при предыдущей схеме работы. То есть вместо 103 метров кубических мы вывезли порядка 80 метров кубических. Если говорить по отдельным категориям отходов, то можно сделать следующие выводы, что мы сумели с площадки изъять более 45% вторичных материальных ресурсов. Для примера, когда мусор смешанный попадает на наше предприятие и проходит сортировку непосредственно на заводе, мы сможем отсортировать только всего лишь 10% ВМР. Что ж, цифры говорят сами за себя. И пример оказался заразительным. Не раз можно было наблюдать, как жители окрестных домов приходят с пакетами и прежде чем выкинуть мусор, изучают надписи на контейнерах. Наравне со взрослыми в необычном эксперименте активное участие принимают и юные обитатели дома. К примеру, Даниил не обращает внимания на некоторые трудности, возникающие у него на контейнерной площадке, и уверен, что мусор делить нужно. А что ты носишь сюда выкидывать, кроме пластика, бутылок, например? Легкие упаковки. То есть ты считаешь, что мусор нужно делить? Теперь дети у родителей просят вынести мусор. Приходят с этой бутылочкой из-под минеральной воды, либо кваса, выбрасывают ее. Тянутся к этому контейнеру с пакетами. Да бумажек, правда, еще не достают. Немножко высоковато это кто из малых. Но часто, я хочу вам сказать, я замечаю, жившую в этом, конечно, дворе, я вижу, что дети стали выносить мусор чаще. Итоги трехмесячного эксперимента позволили сделать вывод о том, что сознательность людей в плане раздельного сбора мусора растет. Этот немаловажный фактор сыграл свою положительную роль в системе сбора и заготовке вторичных материальных ресурсов в нашем пограничном городе. Цифры мониторинга за 12 месяцев минувшего года оказались гораздо выше показателей за предыдущие. Так, по итогам 2014 года, в макулатуру мы собрали более 9 тысяч тонн. В истории города Бреста такого никогда не было. Стеклобоя мы собрали более 5 тысяч тонн. Строительных отходов более 31 тысячи тонн. Изношенных шин около 700 тонн. Это очень хорошие показатели. И город Брест, те планы, которые нам доведены решением Брестского областного исповедного комитета в 2014 году, выполнил в полном объеме. Скажу прямо, даже перевыполнил. Учитывая эти высокие результаты, новая система сбора вторичных материальных ресурсов полностью себя оправдала. В итоге экономия природных ресурсов, уменьшение числа захороненных отходов и самое главное – улучшение экологической ситуации. Уже в этом году, наряду с новыми контейнерами для стекла, которые сегодня можем наблюдать почти в каждом частном секторе, планируется установка 20 экспериментальных контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Повторят ли они успех первопроходца на улице Икельчика – покажет время. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарщук. Специально для итоговой программы. Герой следующего сюжета нашего выпуска тоже нашел применение мусору, который в подвальных и гаражных помещениях напоминает настоящую свалку. Из металлических обломков и автомобильных частей молодой человек создает уникальные произведения искусства в технике скраб-арт, получившей особую популярность в Европе. Съемочная группа телекомпании «Бук ТВ» наведалась в мастерскую автора, где познакомилась с мастером и его интересным видом творчества. Наша съемочная группа застала Антона Мартынюка за работой. На наших глазах молодой человек собирал новую металлическую скульптурную композицию «Скорпиона». В ход у автора идет все, начиная с деталей от автомобиля и заканчивая душками от очков. Увлечение таким видом творчества началось несколько лет назад. И сегодня для педагога Матыкальской школы искусств является настоящей отдушиной. Убирался я в гараже и увидел, как обычно бывает, происходит, например, жабка, как она сложилась. Получилось так, что я увидел 2-3 детали, которые образ, подходящий образ был, например, для этой жабы. Я начал их как-то комбинировать и посидел немножечко, и буквально за вечер родилась вот такая вот жабка. То есть я так подумал, ну интересно. Сегодня в творческом багаже мастера огромное количество работ. Все они связаны с доминирующей у него темой – животными, любовь к которым развилась в далеком детстве. Каждая новая композиция включает в себе появление новых предметов, что, как считает Антон Мартынюк, является своеобразной творческой эволюцией. Сегодня мастер работает не только в технике скрапарт, но и привносит в свою работу новое веяние. Я решил биомеханику в скульптуру засунуть. То есть я беру части, тут у меня такое идет раздвоение идеи. То есть идея о нужном мусоре, то есть то, что валяется под руками, то, что люди, вот очки сломались у моей мамы, тут несколько штук, все ее очки, одни мои, вот эти мои. И выкинули бы уже давно, 10 раз. Ну вот, они стали кузнечиком, которым интересно посмотреть, детям нравится полюбоваться. Несмотря на то, что основная деятельность Антона Мартынюка – живопись, а точнее ее преподавание, несколько часов для любимого хобби в большом круговороте событий автор все-таки находит и уже планирует собственную экспозицию в музее-усадьбе в Скоках. Стремление к совершенству Антон Мартынюк учит и ребят, которые приходят к нему на занятия. Залог успешной работы молодого педагога – открытость и активность, которые помогают ему добиваться успехов на всех фронтах творческой и образовательной деятельности. Сложно теперь с детьми работать. Это, может, иногда даже и опыт не помогает. А нужно проявить свой креатив, свое творчество, любовь к детям, к людям. То есть человеческие качества плюс подготовка профессиональная, плюс образование педагогическое, они должны помочь. Но хочется единственное, чтобы пожелать, чтобы на этом пути человек не разочаровался своей профессией, а чтобы профессия ему ответила взаимностью. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Брещино славится талантами. Причем талантами в самых разных областях. Многие современные берестейцы сегодня отдают предпочтение искусству и занимаются им настолько увлеченно, что в свои молодые годы уже могут похвастаться большой коллекцией работ. И что самое главное, высокой оценкой результата своего творчества на многочисленных конкурсах, как республиканских, так и международных. Настоящими талантами по праву можно назвать художников, представивших свои произведения на недавно открывшейся ежегодной выставке «Оссе разом». Все мастера – молодые, творческие, одаренные ребята из разных уголков нашего края. Кто-то из них впервые приглашен поучаствовать в экспозиции, кто-то уже хорошо известен берестейцам по прошлым работам. И на этот раз выставка стала настоящим праздником для жителей города Надбугом. В этом убедилась наша съемочная группа, побывавшая на открытии. Тему продолжит София Бережная. Еще до официального открытия экспозиции выставочный зал на Советской уже был заполнен людьми. Стало ясно, многие берестейцы ожидали этого события с большим нетерпением. А потому в этот вечер, возможно, отменив все свои дела, пришли насладиться результатом творчества юношей и девушек со всей Брестской области. К слову, они нисколько не пожалели, что пришли. Работы молодых дарований, выполненные в самых разных жанрах, не могли оставить равнодушными как просто любителей современного искусства, так и профессионалов, которых, надо сказать, также собралось немало. Поразил зрителей индивидуальный подход к творчеству каждого из художников. Это выставка традиционная на словах художников. Если в прошлом году выставка носила название «Сегодня это мы», то мы вернулись к первоначальному названию «Все разом». Во-первых, красиво звучит на белорусской мове. И потом все разом, все вместе. Это художники-графики, живописцы, молодые, не очень молодые, работающие в различных жанрах. И сегодняшняя выставка, на ней представлено 125 работ, задействовано два зала, большой и малый, и 23 авторов. Среди молодых художников, принявших участие в выставке, те, кто с детских лет занимается искусством, и те, кто открыл в себе талант относительно недавно. Однако и у тех, и у других прослеживается высокий потенциал, рвение и творческий запал. Создавая свои работы, они обращались к самым разным стилям и техникам. Графики и акварели, живописи на холсте и деревянной панели. Было представлено и несколько скульптур и фотографий. В своих произведениях они живо изобразили современный, меняющийся мир, события, происходящие в нем. Показали всевозможные жизненные ситуации, в которых каждый неоднократно бывал. Мой основной посыл моих работ – это внутренний мир человека. И я хочу привлечь внимание к тому, чтобы люди более тонко, более внимательно и нежно относились друг к другу. Пернисаж, несомненно, оставил самые положительные эмоции у брестской публики. Высокую оценку молодым художникам поставили и мэтры. А это говорит о том, что в нашем крае много талантливых, энергичных и одаренных молодых людей, которые развивают свои умения и стремятся к результатам. Просто потому, что интересно, хочется посмотреть, ну не просто показать свои картины, а еще посмотреть на них, вообще просто потом прийти, когда людей не будет, и в целом оценить, насколько они, ну что ли, выросли, как и я. Куда стремиться, куда развиваться. Кто-то мне подскажет в сравнении с моими же картинами, какие-то направления я увижу. То есть это очень-очень полезно. Такие выставки вообще, они прежде всего необходимы для зрелых художников. Посмотреть, потому что всегда, ну как бы, разговариваясь с профессиональными художниками, говорят, средний возраст художников, он очень уже пенсионного возраста. Но у нас большая прияда молодых, энергичных, креативных людей, которые, ну не могут жить без изобразительного искусства. Они находят кайф в этом. Усер разом на звании выставки, которая говорит само за себя, талантливые, яркие и неординарные люди Брещины, собрались вместе, чтобы, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть, обменяться впечатлениями, почерпнуть вдохновение и идеи для дальнейшего творчества. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Погодные условия в Беларуси в ближайшие дни будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада. Сохранится пасмурная погода и осадки в Брестской области. 25 января на большей части территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Местами туман, гололед на дорогах гололирится. Ветер восточного направления умеренный. По прогнозам синоптиков сохранится плюсовая температура – 2,4 градуса ночью и до 3 в течение дня. Первый рабочий день новой недели Брещена будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной во влажной воздушной массе. Местами ожидается кратковременный снег, мокрый снег, туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер переменных направлений – от северного до северо-западного. Температурный фон будет колебаться в пределах нуля-двух градусов со знаком плюс.